Гарри суперзвезда, а Луи нет. Привет! После моего ролика, в котором я рассказала о знаменитостях, которые вероятнее всего имеют отношение к квир-сообществу, мне стали, я взяла комментарии, где попросили чуть подробнее рассказать про отношения Гарри и Луи, что там вообще было или не было, какие-то факты там и так далее. И я подумала, ну, собственно, почему нет, если люди хотят, я расскажу. Просто я думаю, что такой ролик уже существует, ведь эта история уже бог знает сколько лет. Оказалось, что нету. Вот, и значит, ну, раз нету, кто? 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 Кто, если не я? Гарри Стайлз это очень популярный британский певец. Я уже рассказывала, один из самых популярных сейчас в мире у него. Все треки в топе, там, я не знаю, общаюсь вообще на первых местах. А Луи, Луи Томнисон, это его коллега по группе, когда они вместе начинали свой карьерный путь в одной группе One Direction, их было пятеро, и вот они были вместе. Значит, соответственно, он тоже сейчас певец, но не такой успешный, как Гарри. Тут нужно понимать, что я разделю этот ролик на две очень важных части. То, что было 2010-2015 год, то есть, когда группа еще существовала, и 2015-й, и далее, когда группа уже перестала существовать, что это был за период для Гарри и для Луи, общались ли они, почему они поссорились, были ли они в отношениях, или они не были. То есть, это много вопросов, на которые можно найти какой-либо ответ. Вот, соответственно, это я сегодня и буду рассказывать. Я, на самом деле, уже записала этот ролик, но у меня не записался звук. Представляете, два часа я записывала, и у меня не записался звук. Я не знаю, как я сейчас найду в себе силы все заново, но я все запишу. Пожалуйста, просто поставьте мне лайк и напишите какой-то комментарий, если вам будет несложно. Это поддержит мой канал, потому что мой канал сейчас... Вот, ну погнали. Гарри и Луи познакомились на X-Factor в 2010 году. X-Factor это такая передача, как у нас шоу «Голос» или шоу «Талантов». В общем, вы туда приходите, показываете свои таланты, вас берут в какую-то группу, в общем, что-то такое. У них это так было. И это было в 2010 году, они туда все пришли в качестве сольных участников, но их объединили в одну группу под названием «One Direction», потому что они были, ну, якобы самые талантливые, самые прикольные такие. Хотя, насколько мне не изменяет память, я же тоже была в этом фандоме раньше. По-моему, они раньше познакомились, Гарри и Луи, были такие слухи, что они уже общались на тот момент, и где-то раньше они пересекались. То ли в каком-то концерте, то ли у них какой-то там был... Ну, что-то, в общем, какая-то, то ли даже фотография гуляла, где они в 2009, что ли, году где-то вместе. Я не знаю, насколько это все правда, да и не суть важно, но такие слухи были. Что они уже были на тот момент знакомы, они оба британцы, но они не так близко жили, поэтому я не знаю. В общем, всех пятерых парней объединили. Гарри Стас, Луи Томлинсон, Зейн Малик, Найл Хоррен и Лиэм Пейн. Они стали все одной группой. И давайте, так, будем честны, самый такой милашный, самый такой няшный, это всегда был Гарри. Никто так не перетягивал внимание публики на себя, как Гарри, так как он просто совершенно милый, очаровательный, прекрасно поет. Такой няшка-милашка, такие щечки у него, ямочки. Всегда хотелось его потискать, пожанкать за эти щечки. Такой прикольный и няшный был. Ребята такие, ну, более-таки простые были. В общем, первое время они жили все вместе, я так понимаю. В каком-то они жили кампусе или что-то, это был за дом какой-то, где жили, вот именно когда они были на этом X-Factor. То есть они еще каждый день записывали видеодневники, если помните, кто-то, может быть, смотрел, как я. Там каждый день что-то там они там садились на эту лестницу в ряд и что-то рассказывали. И это вот они жили тот период вместе. И тогда, какой год это был, ну, 10-й, наверное, был. Тогда уже вот пошли какие-то первые такие намеки. Что-то там такое было между Луи и Гарри, такой неоднозначный. То есть это они вот прям играются друг с другом. Ну, как бы, а что такого, подростки, что такого. Ну, ладно, это ничего, вот, вроде ничего. Ну, видно было, что между ними какая-то особая связь. Не так, как Лиан, там, Найл, нет. Вот именно что-то между ними. С годами все это стало только набирать обороты. Уже больше стало таких каких-то моментов. Еще больше они там за руку держатся, не держатся, что-то где-то стоят, не стоят. Ну, такое какое-то, знаете. И фанаты все это, давай, тоже подогревал их. Так, о, блин, а что-то там есть. И вот они, значит, придумали сочетание имен Ларри Стайлинсон. То есть Луи Томлинсон и Гарри Стайлс. Это общее такое сочетание их двоих. И это, кстати, довольно прикольная была тема, потому что сам Гарри тоже что-то говорил, что, ой, как мило там, так это Луи, по-моему, я не помню, что он там говорил. Ну, ничего такого, но вот больше с Гарри как-то говорил про это. На всех интервью все это было очень видно, все это было очень так, ну, понятно, да, что-то они дружили очень близко. И в какой-то момент все это начало приобретать какие-то огромнейшие обороты, потому что поклонники стали буквально жить этой идеей, этой истории о Ларе, что Ларе существует, Ларе так любят друг друга, Ларе такие-такие-сякие. И поначалу действительно ничего с этим проблем никаких не было в плане их. То есть они никак не отторгали эту историю, они, ну, пожалуйста, еще вам маслица в огонь, еще-еще там что-то еще. И вот как бы так это и существовала такая история, вроде и не подтверждено, но никто и не отрицал. Хотя, когда напрямую в интервью у них спрашивали, да или нет, они такие, ну, нет, это фигня, все. Гарри, конечно, какую-то фигню всегда говорил, то есть он что-то как-то головой покивает, ничего не скажет, а Луи такой прям, такой, нет, это фигня, это фигня, все. Ну, вот так это и было первые годы, когда это еще было безобидно. Потом началась какая-то уже такая более драматичная история, потому что Луи написал твит, это был 2011 год, он написал твит, Вот такой очень дружеский твит написал, и, соответственно, ну, чтобы вы понимали, какие масштабы вообще были у этого, ну, как бы в Ларе Фандома, да, назовем это отдельно, а то он Дирекшн Фандом, этот твит стал самым популярным в мире вообще, то есть не просто среди какого-то там, а самый популярный, самый залайканный в мире твит, понимаете, до какого это уровня. Сейчас, кстати, он до сих пор, по-моему, ну, если он не первый, то он один из, в пятерку точно этот твит входит, я уверена в этом, на все стопы, что было очень огромное количество лайков, понимаете, то есть это была очень известная, очень такая большая глубокая история. Почему это приобретало такой масштаб, я не знаю, но, скорее всего, это было связано с тем, что это вот не казалось какой-то случайной историей, это не выглядело как что-то, что какой-то менеджер придумал там и так далее. Было вполне очевидно, что ребята это делали сами, потому что, ну, что-то было, и поклонники как бы верили в настоящую историю, и верили в глубокую любовь, потому что там же были и кучи фанфиков, и каких-то только чего-только не было, а потом, кстати, несколько фанфиков, которые были про них написаны, стали уже впоследствии книгами, ну, там переделаны были имена, ну, сами понимаете, да, фанфик вот этот стал книгой. И смотрите, такая история, что One Direction, это самый популярный бой-бенд, на то время бой-бенд в 2010-2011 годах, это самый популярный. Да это там еще какой-то был, но это вообще даже не близко тот уровень. И понятно, что аудитория бой-бендов, бой-бенды это когда в группе одни мальчики. Их аудитория, основная целевая, это молодые девушки, женская аудитория, ну, явно не мужики, не парни, и понятно, что когда целевая аудитория девушки, менеджеры делают как бы, ну, они видят, что девушки хотят, что пели про девушек. Ну, им так кажется, да? Ну, в целом, большинство все-таки так и есть. Молодые девушки, они такие вот. Вот, и все песни, в основном, все песни One Direction, это что-то такое девчачье, такое, ну, имеется в виду девчачье в каком-то стереотипном смысле. Поймите меня, да, что не в смысле, что все девушки любят такие песни. Там What Makes You Beautiful, She's Not Afraid, там Такая Секайна, Ты Моя Подружка, Ты Моя Такая. Вот такие песни у них, в основном такая жуткая попса, жуткая в плане того, что она такая сладкая, схлощавая, прям попсень такая, да, эти, ни одной такой умной нотки в этих песнях нет. Они мне нравятся, по них реально можно отжигать до сих пор, хотя прошло уже сколько лет, но ты можешь включить эту What Makes You Beautiful, и ты ни с чем ее не спутаешь. Она прикольная, и это прикольно было. И вот лицо Гарри туда этого красавца, такой, ну, с этой девушкой, он так неловко в этом клипе, ты же все увидишь, что вообще девушек в жизни-то не видел. Просто на тот момент. И такое вот это было. И, соответственно, менеджеры постепенно начали понимать, что история Ларри приобретает какой-то отдельный оборот, какой-то у нее отдельный от группы дыхания. Как это? А доходы-то она вроде не приносит этой истории. Вот есть One Direction, есть песни про девочек, а это что за история? И когда они начали понимать, что эта история уже, уже это как опухоль на теле выросла такая, они стали думывать о том, что либо ее нужно куда-то лопнуть, пока она не лопнула сама. То есть она уже почти лопнула, то есть поклонники уже готовы были, ууу, там они уже эти комментарии, эти Ларри, Ларри, не Ларри, там волосы им рвали, там все бегали за ними, ну, вообще за ними так-то и в принципе бегали, но тут еще отдельно была история, то есть их любили, вы понимаете, любили Гарри и любили Луи, но то, как любили Гарри и Луи, то, как любили любовь Гарри и Луи, так не любили никого из этой группы и саму эту группу, как любили вот их. И мне кажется, это Саймон Коул, это их продюсер, который еще в жюри на X-Factor сидит, он такой, значит, почесал репу такой, ну, что-то тут надо, наверное, сделать, как это, деньги-то не перелось? И, возможно, он пришел к мнению, что, поскольку девочки, целевая аудитория этой группы, зачем нам нужна какая-то такая сомнительная, как ему показалось, возможно, я сейчас говорю, я ничего не утверждаю. История, давайте мы это как-то уберем куда-то, как-то мы переключим на их гетеросексуальность, потому что настолько девчонок, это там Тейлор Свист, давайте мы Гарри, пусть он с ней гуляет лучше, хоть это будет так. И вот как раз того периода, я думаю, что с периода 14-го года примерно, если мнение изменяет память, они перестали публично контактировать, они перестали там не за ручку, не за ручку, там уже не BlueJob, ничего, там просто что-то где-то там, они уже демонстративно их рассаживали по разным углам, они не контактировали в интервью, там ничего, раньше-то они сидят, и если у них коленка не к коленке, все, это не они. А тут, ну, как-то вот, как-то вот стали это, и почему я думаю, что это была история про менеджмент, да? Потому что не было, ну, это было очень резко произошло, все, как бы, понимаете, вот вы общаетесь, 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 и раз, произошло интервью, все, высидите по разным углам, вы враги, либо они поссорились, ну, если бы они поссорились к следующему, то они бы уже помирились, а тут вот как-то все это началось. И я полагаю, ну, и многие полагают, что это была история про менеджмент, ну, потому что они сами-то в основном немногое решали, когда они были в группе, от них немногое что зависело, им выбрали образ, они по этому образу шли. Ну и вот, потом впоследствии Луи вообще написал твит, что, типа, Ларри это говно, фигня, чушь, Ларри, the biggest bullshit, там, что-то там, ну, в общем, все эпитеты его добрал, и были, думали, это ли он сам написал, или его заставили, это написали, такое агрессивное говно. Ну, кстати, вот у Луи, потом я расскажу, по сути, я приведу к выводу, что, почему такая вот есть у него подавленная агрессия. Что касалось Гарри, ничего каких-то особых заявлений не давал, он всегда такой, молчун такой больше был, такой вот весь в себя, такой зайка-милашка, всем, всем понравится. В тысячи, по-моему, одиннадцатом-двенадцатом году у Луи появилась девушка Элеонор Колдер, модель, такая тоже симпатичная девчонка, и, значит, он с ней стал все гулять под ручку, и понятно, что поклонники такие, ты, ты это вранье, вот такого типа же. И Луи, это понятно, что могло взбесить, не потому, что он считал, что это на самом деле, я думаю, что это было не на самом деле, но сам факт, что вот это вот какое-то агрессивное вот это поведение, и кидание говно в нее, там это фейк, ты фейк. Потом, кстати, была какая-то у них фотография, где, действительно, они зачем-то прифотошопили, там Луи поставили, и Элеонор, и там вот фотошоп видно, вот Галима, не знаю зачем, ну, хотя, че, зачем, понятно, может, Луи не мог там приехать к ней, а надо было показать, что он с ней. Ну, и, значит, такая вот история, и все это вот не ввалилось постоянно. Но, на самом деле, до распада группы, вот ничего такого, так сказать, сильно это ни по кому не ударило. Потом, когда группа распалась, это был 2015, кажется, год, и у них был финальный концерт, последний концерт они давали, как совместная группа, и на последнем концерте Гарри обнимался с Луи, ну, как и со всеми. И вот все ждали вот этого объятия, и я представляю, насколько Луи было неловко, как он знал про все вот эти вот эти вещи, и они вот все это обнимались. То есть, и, как бы, они, может быть, и могли быть, ну, действительно что-то, но вот когда это приобрело такие публичные масштабы, им стало от этого неловко, им стало плохо, они, может быть, не хотели, чтобы эта история монетизировалась как-то там, или не знали, чтобы там это были Ларри, потому что, ну, любовь есть любовь, да, тут как бы не до такого. Просто, когда они были подростками, ты не осознаешь всю степень того, ну, всего, что происходит в мире, ты не осознаешь, что на тебя смотрят миллионы каких-то девочек, ты, как бы, это понимаешь, но ты не осознаешь, то есть, ты не знаешь, на самом деле. А хотя потому, что они все старше, как вот эти менеджеры ранее все понимали, ты понимаешь, какой на самом деле у всего этого масштаб, и как нужно быть тебе аккуратнее, если ты хочешь вот это делать, то делать там, и соответственно, не более, когда ты такой публичный, когда ты вот звезда. Да, и вот тут, и сейчас я вам объясню разницу, наверное, такую, вот когда группа распалась, смотрите, ладно, я скажу, как я считаю, как я думаю, Гарри суперзвезда, а Луи нет, это то, что я думаю, и то, что видно невооруженным взглядом, и не потому, что Луи какой-то не такой, Лием тоже не суперзвезда, Найл, тем более, Зейн, это не суперзвезды, это такие мальчики, да, они прикольные, что-то поют, но это не, понимаете, что такое суперзвезда? Да, суперзвезда это Фредди Меркьюри, это Мик Джаггер, под которого Гарри сейчас очень активно косит, и такой вот он, да, вот они, да, почему, потому что они, вот Майкл Джексон, Луис Персли, они останутся на века, то есть они сияют в свое время, и когда они уйдут, 50-100 лет, их будут вспоминать, их будут помнить, что такая звезда горела, а кто там рядом был, ну это нет, и такие не рождаются каждый день, такие просто вот, ну, и тут должна быть совокупность факторов, это и голос, это и внешность, это и образ, это и харизма, и все-все-все-все-все, и вот это дает какой-то такой взрыв, смесь такой, да, и ты вот есть суперзвезда, и по тебе это видно, а вот ребята, они нет, они просто, ну это не тот уровень, не тот масштаб, не та энергия, которую ты несешь в мир и в массы, и тут проблема в том, что я думаю, что это не нужно быть каким-то суперпсихологом, или большим таким прям дядькой-профессором, чтобы это понять, я думаю, они сами прекрасно это понимали, что Гарри будет самый-самый, он и тогда был, и потом он самый-самый, когда группа распалась, смотрите, обратите внимание, кто сейчас, у кого карьера эта гора пошла, у кого из них, только у Гарри, только Гарри сейчас занимает первые места, у него там этот клип Сайновид Таймс, миллионы просмотров, там у него What Romance Sugar, здесь в Грузии, везде с каждого угла, это Гарри, эта песня новая играет, ты сразу знаешь, что это Гарри, в Тбилиси, если вы приедете, там в центре плакаты есть с Гарри, возле метро можно увидеть, не с Луи, с Гарри, тут нужно понимать, что так оно и предполагалось, так и было очевидно, и смотрите, такая история, что Гарри нужно было выпорхнуть, как бабочки, раскрыться, как бутон, взлететь, потому что когда ты в группе какой-то общей, ты поешь песни, ну не всегда те, которые ты хочешь петь, ты поешь про любовь, про девочек, там про тоси-боси, то есть у тебя нет своего выбора, что ты поешь, как ты поешь, а когда ты один, ты хочешь раскрыться, ты хочешь петь о себе, ты хочешь петь о своих глубоких чувствах, как я, например, да, когда я делаю такие ролики, я делаю их, как я вот живу, а когда я делаю ролики на массу, я делаю их, как робот, потому что так нужно, и вот это вот давит на тебя, когда ты хочешь быть с собой, и особенно в творческом самовыражении, это очень важно, а у Луи пошло все по-другому, смотрите, у Луи в 2016 году якобы родился сын, и почему я говорю якобы, потому что непонятно вот эта история с сыном, непонятно, что за девушка была какая-то некая Бриана Юнгверт, якобы его, не знаю, кто там, она, просто какая-то случайная связь произошла, и у него родился сын, а почему, ну, это все очень странная история, потому что 2016 год сколько, ему уже должно быть 6 лет, 6 лет должно быть ребенку, и вы видели какую-то фотографию Луи с сыном, вы вообще знаете, что Луи сын-то есть? Что-то вот такое вы видели, нет? То есть никакого вообще публичного ничего, да, он там что-то говорил когда-то, но все это как-то очень странно, непонятно, явно, что этот ребенок ему нежеланный, то есть он никогда о нем в интервью не говорит, никогда он как-то от этой темы все отстраняется, отстраняется, тут несколько вариантов. Первый вариант, это не его ребенок, что я так тоже считаю, ну, может быть, я не права, я же не претендую на истину в последней инстанции. Вторая, это что? Это спланированная менеджерами история для того, чтобы отделить Луи от Гарри, то есть отделить эти Ларри истории и прекратить, потому что Луи, либо он сам решил, либо менеджер решил, что ему вот этот образ не надо, такого образа гея прикольного, ему не надо, он пусть это будет такой, такой мальчик, такой, ну вот, и, значит, возможно, это история. И я вам объясню, в чем тут проблема заключается. Понимаете, тут было вполне очевидно, что из Гарри-то сделают суперзвезду, Гарри станет, а Луи нет, на него уже ребенка повесили и что-то еще там, и уже образ ему другой сформировали, а сейчас, конечно, я скажу про самую главную тему, я думаю, что стало вот таким самым травмирующим для Луи, конечно же, это смерть его мамы. В 2016 году у него умерла мама от рака, и это большая, огромная трагедия, просто огромная для него, потому что, во-первых, он единственный в семье брат, то есть он, ну, остальные сестры у него, и мне кажется, он стал себя ощущать как таким вот, ну, кормиться, наверное, какое-то доисторическое слово, но таким вот главой, что ли, ответственным за своих сестер несовершеннолетних, там некоторые были несовершеннолетние его сестры, и вот он, вот это вот, эта смерть, это реально повлияло на него безумно сильно, он буквально потерялся, как будто бы вот такое ощущение у меня случилось, когда я наблюдала за всем этим, и он давал концерт, как в этом году, в 2016, когда у него умерла мама, и на этом концерте он плакал, понимаете, вот эту боль у него по чуть-чуть, она начинала выходить, только-только по чуть-чуть, и там были и Гарри, и Зен, они тоже там, Гарри плакал, вот это вот все, очень такая история была травмирующая, и вот эта вот боль, она в нем, на самом деле, была еще до смерти матери, я сейчас объясню, что это за боль, что она имеет, какие предпосылки, понимаете, такая печаль, как у Луи с ней рождаются, я не знаю, как это объяснить, вот у меня такая печаль, ты просто рождаешься, с этой внутренней, постоянной какой-то тревожностью, печалью, какой-то вот неуверенностью, как у Джеймса Дина, ты не можешь быть, ты можешь быть звездой, блин, ты можешь быть офигенно красивым, талантливым, но ты будешь жить с этой печалью, пока ты ее не выплеснешь, а у Луи не получилось ее выплеснуть, понимаете, потому что вот распалась группа, Гарри пошел наверх, он пошел сиять, он вот эти, и костюмы там, платье, не платье, русалка там, фея, кто угодно, в общем, красавчик, все, все, всю свободу в себя вобрал, а Луи наоборот, так вот, как будто сжался внутри себя, и никакой свободы себе не дал, никакой отдушины себе не дал, в 2019 году у Луи еще умерла сестра, представляете, 18-летняя его сестра умерла просто от остановки сердца, что-то там случилось, я не знаю, может, на чем-то, что-то там выпило, не знаю, и вот это произошло, и понимаете, какой удар для него под дых, что у меня умерла мама, я один в семье, я как бы ответственна за своих сестер, и вот так случилось, это я виноват, это я плохой, понимаете, что в голове, скорее всего, происходит, ну, я полагаю, что это так, потому что это очень тяжело, он в тот день вообще какой-то пьянущий был, его сестра тащила другая на себе, там вообще какая-то такая реакция была, видно сразу, что у него просто душевно дикая травма, он просто умирает внутри, даже в этот день, по-моему, у Гарри тоже фотографии были от папарацци, где он тоже плакал в этот день, скорее всего, я думаю, что это было связано со смертью сестры Луи, и вот эта боль в нем постепенно, она накапливалась, то есть если у Гарри, слава богу, все хорошо с семьей, все хорошо с карьерой, вот эта вся свобода, у Луи то одно, то другое, то ребенок, то пятый, десятый, сестры, не сестры, вот это все-все-все-все в нем как комок такой, понимаете, и в творчестве это такое же выражение у него находит, то есть если мы посмотрим на образ Гарри, это свободный тенец в розовых, там, каких-то непонятных накидках, там, в жадужных штанишках, с флагом, а Луи это такой вот, какой-то вот у него образ такой, какого-то парня, как из гаража, знаете, вот в азидасике, в костюмчике, в таком, в кедиках каких-то, и вечно какая-то у него голова какая-то вот такая вот растрепанная, и что-то вот так, микрофон вот так прям держит, знаете, вот, не вот так, а вот как-то вот так он поет, если вы обратите внимание, у него последняя эта песня хорошая, кстати, она хорошая, но она не будет хитом, конечно. Вот такая, знаете, какой-то прикольный такой мотив, и как раз перевод это, что аудизма, и система аудизма, и башки, возможно, он поет про свою какую-то внутреннюю боль, какую-то такую, и у Луи это повторяется из года в год, вот этот его образ, он его вообще никак не меняет, то есть он все больше только как бы закрывается от этого мира, то, ну, вот где-то вот он вроде в футболочке, а где-то уже вот кофту, вот так вот он поет, как будто вот не смотрите на меня, вот так, и все песни его такие, понимаете, вот все, вот какой-то образ такого гопника из каких-то там, не пойми, гаражей, вот это вот все какой-то такой, я не знаю, я не могу, конечно, так судить, ведь я не спец музыки, но, как мне кажется, дело здесь вообще не в музыке, мне кажется, это какая-то боль, которая не находит выражения, и он пытается эту боль замаскировать, даже если вы посмотрите на инстаграм Луи, инстаграм Гарри, у Гарри там позитив, концерт, все у Луи, все это какая-то такая история, то вот фак, вот у него все фотографии, он показывает все вот этот символ, и раз показывает, два, везде он и тут показывает, тут показывает, везде вот этот фак у него, он тыщет, 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 и знаете, это вот какой-то внутренний протест, как мне кажется, такой вот у него какой-то вот, да вы достали, да вот такое, понимаете, ну потому что везде у всех фотографий, он этот фак и тыщет, и тыщет, и тыщет, у него, это вот такое вот выражение его боли какой-то, я не знаю, внутренней накопившейся боли, которая копится еще, мне кажется, с тех пор, когда вот он только начинал свой путь, конечно, я не знаю, что там было до, я не могу просто, типа, что он был не публичный, но с тех пор это уже видно, и если обратите внимание, какой он был в 2010, да, году, какой-то был мальчик такой, он же кричал, что все вечно, он вечно громче всех, был такой хихиха-ха, такой активный, браво, такой везде бегает, 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 такой прям активный, то есть он мог бы быть лидером в этой группе, плюс он был самый старший, и вот посмотрите, какой мальчик это сейчас стал, из того вот активного вот такого, такого прикольного мальчика, как он закрылся, как он вот это все, какая у него музыка, она, у него же очень много музыки, если еще на его матери, вот эта боль для него, смерть матери, это для него ужасная боль, он же об этом поет, если Гарри поет про любовников, про какую-то кайфы, это Луи вот в основном, если послушать, это про его мать, про его боль ужасную. Если вы этого не слышите, ну, вы не слышите, я слышу это. В команде, в группе, конечно, это прекрасный, замечательный товарищ и все, но когда они разошлись, сейчас понимаете, да, он вот это вот уже понял, он начал осознавать, что без Гарри он не звезда по какой-то причине. И это вот его внутренняя боль стала накапливаться, то есть как бы он прекрасно поет, он замечательный, но вот я вам сейчас говорю разницу между просто знаменитостью звездой и суперзвездой, суперзнаменитостью, вот таких, как Гарри, очень мало. Я вам говорю, там не Шон Мэндос, не какой-то никто, это не суперзвезды, Гарри суперзвезда, и до такого уровня как бы... И, собственно, вот это и ответ на вопрос, почему они не общаются. Я думаю, что тут не нужно искать какую-то причину в том, что кто-то где-то сказал, или что, да, тема Слари им могла поднадоесть, но я думаю, причина не в этом. Я думаю, причина гораздо вот глубже, вот в этом идеологическом несоответствии, несоответствии образов, духовных, несоответствии жизни просто всего. Вот так они разошлись, как в море корабли. И я думаю, что в этом причина. И когда Луи же не очень хочет говорить о Гарри на интервью, и он что-то спрашивает, что он так вот... Ой, ну только не вот... Вот так вот, знаете, какое-то вот у него отторжение. Но я думаю, что не от самого Гарри. Я вам сейчас скажу, вот Гарри свободный, как я уже сказала, Луи, он этой свободы не может достигнуть, он этого себе не позволяет, ему это больно, он не может это, и вот это его бесит, ему этого... он не может это, может быть, принять. И поскольку он не может достигнуть вот этой свободы своей духовной, он отделяется от Гарри, как будто ему... Ой, это мне это и не надо. Ой, ты только ни про него не говорите, мне только бы не это. Вот понимаете, как это работает? Я не говорю, что Луи мечтает там одеться в костюм феи, пойти там трясти волшебной палочкой, но я думаю, что он хочет как-то выразиться по-настоящему, как-то раскрыться своей боль, как-то перед миром ее обнажить по-настоящему. И вот у него пока не до конца, он себе не позволяет до конца это пережить, прожить, это показать. Он очень рано стал отцом во всех смыслах, то есть он, помимо того, что физически стал отцом, так он еще и стал отцом над всеми своими сестрами. И это очень важный аспект для юного мальчика, то есть ты не можешь после этого ходить, прыгать в розовых туфлях, потому что уже все, уже в голове по-другому, ты уже отец, ты уже такой, понятно? Это будут уже такие кофточки закрытые, такие штанишки какие-то гопнические, там обувь какая-то грязная, распутанная, такие как такой вот отец, прям такой вот. То есть это будет такой максимально простецкий, свойский закрытый образ, да, что он вот в это пошел, да, почему он именно этот избрал образ? Ну ведь тут очевидно, что это просто вот так. У суперзвезд вообще, если вы заметите, у них нет тенденции какой-то заводить себе такого же партнера, как они сами. У суперзвезд не вот так, у них вот так цель, и они к своей цели попрут, им не наплевать то, что там скажет, не скажет, они знают, что они звезды, и Гарри знает, что он звезда, и он попрет. Может ему где-то там Луи на остатках памяти, сожалений какие-то есть, но в целом, в общем, в целом сейчас у Гарри цель переть вперед, как танк и не останавливаться. Может, у него есть какой-то партнер, с которым он там где-то живет, но если говорить о том, заведет ли Гарри публичного человека себе в партнеры, это 100% нет, потому что суперзвездам не нужен конкурент в плане отношений. Если вы заметите, такого вообще не происходит. В основном, когда звезда со звездой никак-то не уживаются, я имею в виду, когда они прям одного такого уровня, единственное, кого я знаю, это Бейонс и Джей Зи, наверное, и то у них там чуть не пойми, ничего происходит, но это такая редкая ситуация. В основном, они не заводят себе равных партнеров, потому что это удар по самооценке. Ну и вот, соответственно, так. Каких-то тихих таких ребят, девушек, они заводят и непубличных совершенно, и с ними живут потом всю жизнь. Это вполне нормально, обычная и частая практика. Все, спасибо за просмотр. С вами был Дарки. Подписывайтесь на мой канал. С наступившим вас Новым Годом, конечно же.